Хоккей Сегодня в нашем городе стартует интереснейший международный турнир Кубок мира среди молодежных клубных команд И государственная телерадиокомпания Омск предлагает вашему вниманию прямую трансляцию открытия этого турнира и первого матча В нем на льду арены Омск встретятся хоккеисты команды Омские Ястребы, представляющие Россию и Динамо Шинник из белорусского города Бобруйск Вместе с вами за этим матчем и за церемонией открытия буду наблюдать я, комментатор ГТРК Омск Вадим Кирей Напомню, что в прошлом году первый розыгрыш Кубка мира также проводился в Омске и его первым обладателем стала российская команда Красной Армии из Москвы Но тогда, если можно так сказать, был пробный турнир, среди участников отсутствовал, например, представитель такой хоккейной державы, как Финляндия Американцы и канадцы прислали в Омск не самые свои сильнейшие молодежные команды, но тем не менее турнир прошел на высоком уровне Никаких претензий не было к хозяевам по поводу его организации Более того, представитель Международной Федерации Хоккея, побывавший в те дни в Омске и увидев своими глазами решающий матч, рекомендовал Федерации проводить в последующем Кубок мира под эгидой и хафе Что и произошло в этом году, кстати, еще ни один международный турнир не удоставился чести быть замеченными Мировой Федерацией Хоккея уже на второй год его проведения Кроме того, теперь к числу претендентов на этот трофей присоединились все те же финны, а канадцы и американцы делегировали в наш город очень серьезные ледовые дружины И задачу перед ними поставили одну – завоевать Кубок Так что турнир в этом году обещает быть еще интереснее, чем в прошлом году Ну а для омских болельщиков тем более, так как теперь им придется болеть не за столичных хоккеистов из Красной Армии, а за своих в доску омских ястребов, если так можно выразиться, ребят с нашего двора Потихоньку раскручивается церемония открытия этого праздника Обещал управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов, что это будет незабываемое зрелище Вот я его процитирую, нас ожидает грандиозная церемония открытия, аналогов которой не было уж в России точно Не могу отвечать за Северную Америку, но в пределах СНГ это однозначный прецедент Так что то, что сделаем мы, нас зритель еще не видел Ну и вот из мероприятий, не относящихся к Кубку мира, могу отметить нашу постоянную акцию МХЛ Детям 24 августа капитаны команды едут в онкологический центр Ну вот если команда Саргой Вулс, канадская в итоге не сможет посетить это мероприятие, то они заказали отдельную программу И 21 августа они отправятся в детский дом И также пройдет круглый стол под председательством известного тренера Владимира Владимировича Юрзинова И теперь этот семинар будет открыт для прессы Так что в рамках этого турнира будет не только какие-то матчи, но и очень-очень много интересных мероприятий Турнир пройдет два этапа На первом этапе команды участницы, разделенные на две подгруппы А и Б Рассыграют между собой в один круг и распределят места с первого по последний На втором этапе две лучшие команды из каждой подгруппы встретятся в плей-офф для определения победителей призеров турнира Команда подгруппы А, занявшая первое место, сыграет с командой, занявшей второе место в подгруппе Б Вторую пару составят две другие команды участницы второго этапа Победители этих матчей определяют в игре между собой обладателя Кубка Мира и серебряного призера А проигравшие команды разыграют бронзовые медали То есть регламент существенно отличается от прошлогоднего, где победители подгрупп сразу же встречались в финале В нынешнем году будет два полуфинальных матча, очень-очень интересные И я надеюсь, что омские ястребы попадут в один из них Итак, я на время замолкаю для того, чтобы вы смогли услышать Ну и внимательно понаблюдать за этой так называемой грандиозной церемонией открытия Встретимся, наверное, минут через двадцать Субтитры создавал DimaTorzok 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 2,5, 3,5, уважайте. Говорите на мои колбасы. На found 체크. На все. В humans. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И на тех ребят, которые в ближайшем будущем будут блистать на чемпионатах мира и олимпийских играх. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы эти чемпионаты, этот Кубок мира проходил еще раз, еще раз, еще раз, не только у нас. Если у вас нет больше, мы увидим интересную игру. Ребята, это будет выложиться в одно средство, но на Омске ясно все равно, как я думаю, это значит, что мы в этот Кубок, который еще раз оставили у нас. Всех поздравляю с хорошим праздником. Болельщиков, желаю хорошего зрения, много ребят, хороших спортивных боевых. Выступайте в сердечный праздник. Валерий Викторович Каменский. Добрый вечер, Ромашкин. Добрый вечер, любители шокея. Времени в футболе шокея в религии я хотел бы поздравить всех с этим праздником, потому что шокеям всегда праздник. Шокея это самая лучшая и самая быстрая игра. А участники в футболе я хотел бы пожелать, чтобы этот турнир для них был начало, чтобы их три звезды карьеры в большом хоккее. Владимир Владимирович Юрсинов. Дорогие омские, молечники, любители шокея. Спасибо вам за вашей команды. Спасибо вам за вашей молодежь. Спасибо вам большое за вашим премиерам. Дорогие наши ребята, желаем вам хорошего турнира, успеха и всем у нас прекрасного зрения. Дорогие гости, которые приехали на этот турнир, всем у нас есть поклон и успеха. Еще раз праздникам хороших победителей. Эллис Альянчич. Дорогие гости, 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 гости. Спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо. Горұғы. Дорогие гости, гости, гости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эти люди вставали за столу Отечественного хоккейера Давай у тебя есть стоя Поприветствуем легендарных хоккейистов Двухразвы реальность и чемпион Двуховие решены Одиннадцатый чемпион СССР заслуженный мастерской сфот заслуженный тренер Олимпийский جен Петрович Непалья Олимпийский чемпион Трехградный чемпион мира и Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Виктор Иоанн Шалима. Олимпийский чемпион, четырехградный чемпион СССР и России, заслуженный мастер спорта Африк Николаевич Короленко. Олимпийский чемпион, четырехградный чемпион СССР, заслуженный тренер Сергей Малиевич Иванович. Олимпийский чемпион СССР, заслуженный тренер Сергей Иванович Иванович. Легендарным катетистом включаются специальные детовы, молодежные катетрии Либе. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»